Итак, всем привет, меня зовут Стас и на самом деле игрушка Годзиллы вышла намного раньше, чем фильм. Я чуть-чуть подождал, конечно же прошел я игру, если честно, порядка 15 минут, это очень печально, там всего 3 задания, они очень и очень простые. Поэтому я думаю, что все-таки разработчики ждали, пока выйдет фильм в кинотеатрах. Сам фильм мне понравился не очень, вы можете в инстаграме посмотреть мое мнение по этому поводу, мне кажется, что Годзилла 98 года намного лучше. Но при этом данный фильм, по сути, олицетворяет самое-самое начало, появление Годзиллы, то есть те фильмы, которые мы видели в 40-х, 50-х, 60-х годах. Что по сути Годзилла это хороший Годзилла, который по сути защищает нас, то есть это является, это создание самой природы. Значит, игрушка Годзилла, опять же таки, она очень простая, много не буду о ней рассказывать, то есть сами все видите, естественно, на экране. Проходится очень и очень просто. Конечно же, с первого раза у вас не получится пройти эти задания, просто потому что есть подводные камни, которых вы, естественно, потом поймете. И после этого я поставил рекорд, я прошел всю игру от начала до конца, когда делал данный обзор, за 12 минут и там с копейками секунд. То есть это очень печально. Я думаю, что теперь, так как фильм вышел, по сути, понятно, что было в фильме, понятно, по сути, все задания и так далее, и так далее, и так далее. То я думаю, что данную игрушку обновят, по крайней мере, я лично буду ждать, что ее обновлят. Вот, и я надеюсь, что там появится много больше заданий, которые хотелось бы пройтись. А Годзилла, на самом деле, здесь является защитником, поэтому, по сути, в игре изначально было показано, да, что, как бы, нам надо от нее убегать, спасать людей и много-много другое. Но, в любом случае, как говорится, все со временем нам покажет. Вот, игрушки ставлю, думаю, что 5 из 10, потому что, в принципе, за скорость, единственное, двойку за количество заданий, но, в любом случае, игрушка неплохая. Можно поиграть, убить на 15 минут времени и ее удалить. Правда, порядка гигабайта она весит, и держать ее на своем устройстве я абсолютно не вижу никакого смысла, поэтому после обзора я ее однозначно удалю. А в веб-сторе я буду смотреть, да, я буду ждать, пока появится обновление, для того, чтобы поставить ее заново и с удовольствием в комментариях вам выскажу свое мнение после того, как она обновится, и если это такое произойдет. А с вами был Стас, спасибо, что были с нами, подписывайтесь на наш канал, ставьте обязательно лайки, оставьте в комментариях свое мнение по поводу данной игры и особенно по поводу мнения данного фильма. Конечно же, пишите нам в Facebook, ВКонтакте, в Скайпе, на почту, я всегда отвечаю, а также подписывайтесь на наш Twitter и на мой Instagram. Всего вам доброго и до скорых встреч!